привет друзья продолжаем работу с нашей базой что мы сейчас делаем сейчас мы вот таким вот цветом дадим общую как бы общий тон и вот такой вот кисточкой достаточно большой мы делаем это грубо абсолютно даже здесь здесь не парьтесь какой-то там тонкостью наша задача как в природе дать такую базу такую скажем да цветовую и все потому что дальше пойдет еще проработка другими вещами я вам покажу какими делаем это все быстро и не паримся теперь добавляем в этот же цвет белый и повторяем все еще раз видите чем хороши и белые камни что они уже сами по себе светлые становится что нам и надо чтобы они выделялись вот так мы это дело все проходим 1 1 1 1 1 1 1 1 быстро ждем пока она немножко высохнет что будем делать дальше показываю сразу берите вот такую баночку с пигментом нам нужна будет такая вот такая вот 2 сейчас мы это дело протрем берем и наносим предмет прям пока что просто разбрасываете его достаточно хаотично во всей базе такой потом берем а тогда теперь повторяем поверх местами где-то они находят друг на друга где-то нет когда мы нанесли все ставим его и распределяем уже этой кистью толстой широкой получается такая полупустыня у нас на базе после этого она как подсохнет все это дело у вас да скажем лишнее надо сдувать я это делаю сразу можно подождать тщательнее размазывайте пигмент должен пройти везде во все щелки во все пустоты можно зато зайти на сам на сами ноги даже нашего зритного то может в пыли весь зарылся он тяжелый ну что мы получаем по результату да лишнее убираем с черной окантовочки можно легко убрать кстати у меня еще слой не очень высох поэтому мы ждем еще какое-то время немножко пыли добавим ему все-таки боевой товарищ вот ваша база теперь вы можете добавить кустики травы деревяшки хотите и этого делать не буду мне нравится такая вот такое небольшое короткой виде ребята как делается база теперь получился видите сами да получился такой грунт полупустынный такой может быть он очень фактурный и классно смотрится живую просто замечательно все до новых встреч